За 26 лет существования этот первый в Красноярске магазин рукодельников город-ремесел 57-летней Натальей Сафоновой стал уже городской достопримечательностью. Некоторые сюда ходят как в музее, столько здесь собрано артефактов на тему шитье в истории. Статус успешной бизнес-вумен Наталья Владимировна отвоевала у жизни иногда в боях. Когда она вышла замуж в 19 лет, принципиальный отец сказал, раз такие взрослые, обеспечивайте себя сами. Они и стали. Наталья в декрете мыла полы, потом, когда разрешили ИП, вместе с подружкой занялась тем, что хорошо умела. По шивам одежды на продажу. Стали покупать ацетатный шелк у нас на шелковом комбинате, отвозить на предмостную в ателье на плесеровку и шили платья а-ля Япония. Такие плесерованные юбочки, орешечки. Зимой и летом стояли до этого колхозного рынка. И было, я помню, зимой очень холодно и под 40, но все равно это все продавалось, потому что в конце 80-х был страшный дефицит. В однушке по ночам, когда двое сыновей засыпали, в коридоре она строчила свои изделия. Когда рынок стал насыщаться уже готовыми товарами, начала ездить челноком в Умираты. Все купленное продавала уже в собственном магазине. Бизнесмены, выжившие в 90-х, это, безусловно, любимцы судьбы. Ведь пули тогда летели со всех сторон. Сафонову, правда, не трогали. У меня была записная книжечка, где у меня была записана фамилия одного бандита, который меня крышевал. Я его фамилию скрывала. Он в то время был достаточно известным человеком. Как бы меня это все обошло. И бандиты, и все. Хотя, конечно, большим ударом было, когда в 94-м году убили Виктора Цимика, и когда его хоронил весь город. То есть это было вот такое страшное событие. Ей все же, признается Наталья Сафонова, помог тот факт, что муж работал в милиции, а также доброе имя отца. Владимир Кузнецов много лет занимал руководящие партийные должности. С 89-го по 91-й был главой Красноярска. Ну а потом власть переменилась, коммунистов предали анафеме, собственная ненужность, предательство. В 66 лет, когда Владимир Кузнецов тяжело заболел раком, он выбросился из окна. Я его видела накануне, он болел, он лежал на диване. Я сидела напротив него на диване, вот смотрела, мы просто молчали. И вы знаете, у меня такая мысль. Я вот просто помню, что я сидела и думала, что лучше уже ничего не будет. То есть я понимала, что он болеет, что ничего уже не смеешь. Как-то вот так вот. И мы молча расстались, и я ушла. Когда в 91-м году советы разогнали, то есть многие люди, которым... Ну он как-то, я так думаю, он помогал как-то по жизни, и все, многие же отвернулись. То есть он не хотел лечиться, он не обращался к врачам. То есть он считал, что ему незачем жить уже. Разочарование. Ну вот люди приходят, мы же не знаем, вот как Клешко к этому пришел. Тоже казалось бы, на взлете карьеры. В том числе и в память об отце, о своем советском детстве. Четыре года назад Наталья Сафонова организовала, как сейчас говорят, культурное пространство, где экспонаты, все, что выброшено, на свалку истории. Ну и главное, конечно, она создала уникальнейший в стране собственный музей кукол. Сейчас здесь около тысячи редчайших экземпляров со всего мира. Наталье было 30 лет, когда за границей она купила свою первую куклу, с которой, собственно, и начался музей. Семья, конечно, не была бедной, но и родители считали, игрушки – это баловство. Надо вкладывать деньги в образование детей, книги и обучение музыке. Вот. Это домашняя физгармония. Физгармония начала 20 века. Приехала ко мне из Гамбурга. Инструмент, который собирались выкинуть на помойку, потому что на eBay больше 50 евро не давали. Наследники Натальи Сафоновой, как и она сама в детстве, тоже в куклы не играет. У нее четыре сына, хобби которых исключительно экстрим. Последняя попытка все исправить случилась, когда Наталья Владимировна четвертый раз стала мамой. 43 года. Я подумала, ну это у меня, наверное, последний шанс попытаться родить девочку. Когда я родила, моему старшему внуку было 9 месяцев. То есть я пошла вслед за своей невесткой рожать. У Натальи Сафоновой четыре внука и внучки. Можно было теоретически посвятить себя их воспитанию. Но Наталья Владимировна не представляет, как можно жить без работы. Ведь она во вторую очередь бизнес, а в первую – любимое хобби. Вся моя жизнь, она как бы в движении вперед, в какой-то мечте. Есть поставленная цель, есть поставленная задача. К ней движешься, и ты этим живешь. Наталья Кичина, Александр Карпов, Сергей Токарев. Новости ТВК.